Три часа, семь команд финалистов, свыше 50 вопросов разной сложности. Прошедшая во дворце спорта интеллектуальная игра «Думай, знай, познавай» позволила ученикам видновских школ задействовать свое серое вещество на все 100%. У какого российского императора было прозвище «Благословенный»? Александр I. Это правильный ответ. Проходит финал интеллектуальной викторины «Думай, знай, познавай». Она проходит, я участвую в ней второй год уже подряд. Был в прошлом финале, но масштабы были намного меньше. У нас было где-то 6 команд и финал проходил в библиотеке. В этом году все переместилось в дворец спорта. По мнению организаторов, такой размах необходим, так как именно он помогает заинтересовать молодое поколение и тем самым привлечь к мероприятию большую аудиторию. Это игра, это интеллектуальный досуг. Если не мы, то кто мы будем делать, кто будет заниматься школьниками, кто будет заниматься развитием, это важно. Это главная задача, наверное, чемпионата. Ребятам это нравится. Я считаю, что это нужно. То есть помимо бега, прыгания, то есть помимо всех спортивных мероприятий, ребята как бы и должны, естественно, интеллектуально развиваться в том числе. Поболеть за молодых интеллектуалов пришли не только друзья и одноклассники, но и учителя, которые могли выступить в качестве помощников. Но, как показала практика, даже советы опытных наставников не всегда оказываются правильными. Нет друга, так ищи. Это неправильный ответ. Школа немножко учит детей узко. То есть предмет химия, предмет физика, предмет математика. А вот такие игры позволяют детям мыслить масштабно. Победителем в этом непростом состязании стала команда школы номер один, с чем ее можно поздравить. Но не стоит расслабляться. В будущем такие игры планируется проводить чаще. Так что возможность блеснуть умом и знаниями получит гораздо больше молодых людей. А звание самого умного еще придется отстоять. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.